приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео называется она войны мамоны войны богатства войны денег ну или более длинное название ролика в отличие от значка то солдат в армии кто он такой альтруист патриот или наемник-убийца ответ очевидны для любого нормального человека хоть сколько-то познавшего истину солдат любой армии воин так называем одни и те же слова в разное время употребляем это обычные наемные убийцы это не какие-то защитники родины там своих детей жен отцов и матерей нет это обычные наемные убийцы вот и все просто узаконенные киллеры сегодня мы об этом с вами сейчас более подробно поговорим пишу очередной ролик потому что пишу потому что сегодня по моему как раз сотый день войны путлеровских расистов против украинского народа по моему игру тоже сегодня одних новостей не смотрел тут уже уже путаю сам вот и все равно мне какие-то мысли возникают вы знаете что 6 лет топил сколько я на ю тубе пресс из присутствует все это время то что весь этот патриотизм все эти войны все это умеет милитаризм все эти убийства узаконенные все это дьяволом лишение жизни человека даже самого грешника это по противобожеский акт потому что бог не хочет смерти грешника но хоть чтобы он покаялся и жив был поэтому те кто от бога врагов своих любят каким образом пытаются привести их покаянию отправив его в ад как они говорят и сами туда следов за ним полетев его туда отправив вы не не приводит к покаянию покаяние можно привести человек только любовью в том числе жертвенной до положение своей жизни ради того рад чего чтобы человек еще продолжал жить и в этой земной жизни в адской школе жизни познания всех ужасов зла и всех радости добра возможно покаялся в своих злых делах где деяниях познав истину и сотворил плоды достойные покаяния которые вводят его в небесное царство любви иисуса христа где все те кто такую жертвенную любовь проявляют там и оказываются вот так вот поступают так солдаты и солдафоны и воины так называемые всех всех времен и народов всех стран цивилизаций и армии нет это обычные наемные убийцы никакие родина них они защищают они просто убивают всех незащитные родины я просто кратко всем всегда очень особенно в россии этот фетиш по второй мировой войне по так называемый великой отечественной поэтому я ну кто знает более длинный ролик писал все вы найдете в конце дам отсылку к своим плейлистам о патриотизме на своем канале ну уж яркий фетиш по вот этого второй мировой а в частности великой отечественной поэтому я к нему час чаще обращаюсь без всей истории евро на это я уже тоже видео записал я во всем там говорю что это же армия которую завтра будет защищать якобы своих жен детей матерей и свои земли еще вчера до напала на финляндию вырезая ее подчистую и поделила вместе с гитлером пожав руки до польшу пополам до поработив все эти земли всех этих людей присвоив себе всех все их не имущество всех их не земли в том числе латвию литву и там все по списку вот это чтобы у кого и у идиотов есть иллюзии у меня конечно не сильно присутствует он смотрит меня как я говорю 100 человек да и но все равно до сих пор конечно дети дьявола в комментариях находятся вся кучи пуху пишут да по поводу того что ты не патриот как таким можно быть ты сам идиот да ну люди истинно не познавшие все что я могу им отвечать вот отвечать или в личке ну я раз-два могу ответить человек законченный идиот то ну что жизнь научит его вы знаете с хорош пример кто ну кто следит за новостями был там один супер патриотичный папа там писал до всех хохлов всех нацистов все хохлов на кол посадить да у него погибает сынок служа срочную службу на известном все крейсере москва которые потопили который пошел туда куда его и посылали совсем совсем поход своим экипажем в том числе со срочниками тортом служили и когда этому папу папе мало тоже даже не сообщает где их не сынок мало того что над ним издевают уже вот этим всем лицемерием ничего не сообщая об этом до неизвестно где даже труп этого сынка мало того что считается его сыночек теперь просто не находящимся там как он там выражается я могу немножко путать и сами понимать кто знает тут не суть важно соблюдение всех этих их них лживых ублюдских языковых интерпретаций да и когда они этого мальчика называют теперь временной по непонятным причинам не находящимся в части или там да а если погибшим то там разные есть у них и интерпретации то якобы крейсер москва же вообще не участвовал военной операции даже не войне и поэтому твой мальчик просто сдох и все не во имя ничего да вот так вот и папаша теперь там рвет волосы везде пишет дает интервью у нее там страничка была просто ну шедевр за патриота до зимбанутого патриота вот сразу человека вот когда сынок подох по-другому не скажешь он не умер не погиб он подох как и следует всем кто с мечом приходит от меча они погибают они дохнут вот и все сразу не и то не сразу да там когда он пытался сначала четный писать там всем этим пропагандоном симонянам до макиси осянин там кому только не писали там до начала стали посылать блокировать мне стал потихонечку доходить когда его послала собственная армия минобороны доставить эти отписки делать да и все он все понял ну вот так вот вот так прозревают люди кто-то со слова понимает вот даже от моего есть люди которые презревают и от таких от простых понятных слов хотя 6 лет топил за это вы знаете мне порой все то же самое писали все то же самое кто такие войны в любой армии это чистой воды абсолютные наемники наемные убийцы у них ничего кроме денег ничто ими не руководствуется сейчас бойню которую устроили путь путлеровские расисты на территории украины с украинским народом это ничего кроме денег как я есть такая фраза я часто слышали говорю ничего лично просто бабки вот и все и доказательства знаете игру сейчас конечно на современном мире хоть как-то говорить проще тогда мне когда я там на историю ссылался вот это все про великую отечественную рассказывал то же самое да так называемую никто не хотела ну что там писали ну хорошо сейчас продать тоже все не устраивает опять какая-то информация но там да украинцы тоже там прибрехивают при наворачивают да это все склонны да мы даже бытовой жизни склонны все гиперполизировать улучшать все хорошее и уменьшать все плохое но такой уж человек особенно в их не случай не не им сейчас тыкать о том что они это делают просто на здраво к этой информации относиться сколько там было вранья неправда умышленного преувеличения или уменьшения наоборот плохих вещей преувеличения хороших но это относительно себя относительно врага наоборот преувеличение плохого и преуменьшения хорошего ну понятно хорош что вообще ничего нету в данный момент да но вы поняли о чем я но как ты не говори идет идет бойня да вот и в их вы знаете хоть одного вот вы кто следит конечно же вам не буду рассказать тем кто вообще на все положил да его все это не интересует раньше их не интересовала политика до религии их не интересовало но мало ли что там бьются головой в пол нет не интересно а то что он становится шизанутым фанатиком да то что его же патриарх ему в голову вбивать что ты можешь пойти убить соседа это мне не интересует религия чё там им папы как мозги получит ну и что что он живет у меня по соседству завтра может меня сам зарежет правда меня заинтересует когда он на меня с ножом пойдет но пока меня не интересует эти религии пусть они там сами разбираются политики пусть сами меня ничего не интересует меня интересует только дом как я говорю моя кухня дальше у меня глаза вообще не смотрят вот до чего мы докатываемся очевидно докатились чем не где-то там бы знаете где-то началось бы опять в европе нас бы и мы бы их обсасывали как хорошо теперь я раньше думал слушать почему бог меня какой-нибудь не не знаю семью бы послал американскую где я бы хоть на 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 английском языке говорил был было бы больше аудитории я бы мог проповедовать родился там в россии русскоговорящим да еще там 300 миллионов по всему миру на максимум русскоговорящих людей вот на что это по сравнению с англоговорящим не знаю сколько англоговорящих людей миллиард 2 знающих английский да вот цифры не сопоставимы а знаете в связи с этими событиями последними я так стал задумываться не грешник не 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 здоровый имеет нужду врачи и не праведники в покаянии до кассы бог послал меня тоже в то место и в то время и к тому народу которые видимо совсем кукушкой двинулся вот вы знаете сейчас хоть кто на украине воюют вот где вот эти там патриоты расисты все эти шизануты где они на в армии где где они пошли бесплатно защищать свою родину своих отцов и матерей до сыновей и дочерей друзей и подруг земли и дома где они там эти патриоты бесплатно идущие кого-то там зачем убивать нацистов чтобы вдруг они вчера они завтра ибо завтра они должны были на нас напасть на где они всем солдафоном этим воинам твой на слово даже не поварать он такую более благородных тебя благородство не но так звучит мне даже у них я буду называть их солдафонами вот но иногда идиотами а может чаще идиоты потому что идиоты и солдафон это одно и то же понятие вот особенно в контексте антония великого что умный человек это добрый а злой он идиот вот и эти люди просто просто так называемое мирное время они просто дармоеды они на хлебнике они едят обычный хлеб обычных людей крестьян и рабочих которые его 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 зарабатывают так называемые просто дармоеды они паразиты и опухоль раковая опухоль на лице любой страны так называем любого народа и дармоеды которые ничего не делают они просто прожирают деньги той общности того государства народ которые они якобы являются прожирать деньги прямо которые дармоедствует пройдая их которым дают виде зарплаты разграбляет все то что якобы народ еще скидывается якобы что все эти вооружения делать эти базы самолеты танки все и все и все это отвратительные блевотину игрушки человеческие с дьявольским истоком вот они едят все разграбляют все куда-нибудь продают налево и направо сдают на металлы они дармоедствуют много лет ну а когда им захотелось день пограбить на стране они идут это делать кстати понятно я это не могу одобрять это я так вы знаете их не начальники справедливые предъявляют претензии слушайте вы столько лет сейчас же там страной и и и и солдафон какой-то может сбунтоваться одно дело дармоедствовать до халявные деньги проедать ничего не делая балду гоняет целый день кто служил в армии хоть не служил по наслышке все знают что там дел там ничего не делает просто обычная дармоедство вот и все кирпич из кучка кучку перетаскивает и все вот и мы им справедливых не начальники сейчас ты что там отказывается воевать и ангет вы столько лет до дармоедствовали вы же давали присягу что я что такое присяга человек отрекается полностью от ума и сердца кто-то совестью называют ведь я тупой идиот буду соблюдать приказы какие убивать людей то есть человек изначально нанимается убивать людей за деньги и как мы сейчас видим когда началась сама война военная компания их называют военную операцию вообще назвали до кого-то оперирует непонятно но вот сам настоящая война что ставка еще поднимается они же пошли эти военные не за те дармоедские годы что они и так в них вбухивали а тут вдруг война вы и так получали все свои деньги даром ничего не дело ничего абсолютно не дело вы ничего не создали вы ничего не созидать вы только разрушали ваше учение это абсолютная акт дьявольский по разрушению всего вокруг это все стреляете у бомбить и уничтожаете взрываете вы ничего не созидаете ваша цель жизни дьявольская только уничтожение чего-либо имущество растения природы животных человека и вы этому учитесь и практикуетесь тренируетесь на манекенах или на полу манекенах на животных там на расти на природе до мучаю своим всеми этими химическими ядерными биологическими оружиями даже обычным механическими 7 тем разрушая природу вот что вы делаете ничего хорошего вы не делаете вы просто дармоеды которые в мире несете только зло и разрушение ничего доброго вы абсолютно не созидаете то что вы производитель там на вас рабочий крестьяне производить даже это оружие она ничего она только несет смерть и разрушение и страдания тупо бабки пошла война им поднимают планку до небес все кто идут сейчас идет в россии пока скрытая мобилизация тайна якобы добровольно чем заманивают я думаю кто интересовался вопросом по интересуетесь и каждый из вас теперь благом в современном мире я не звонил мне это не надо я и так знаю истину вы не верите мне позвоните в любой военкомат сейчас прям русских то женщина вы попросите друг брата позвоните запишите этот разговор когда хочу поехать на украину что надо чё какие условия послушать что он скажет вы будете шоке я просто мысли я слышал тоже заповеди за записи некоторые до выкладывают люди там те не пытается убедить что там нацисты еще биологические лаборатории нато там еще не те горит вот мы тебе столько заплатим твой дело исполнять то что тебе будет говорить кого где и зачем убить все ну зачем и даже не обязательно главное где и кого такой-то градус туда ты пускаешь бомбу или идешь и режешь ножом все это абсолютно неважно все и столько то мы тебе платим сколько плюшек сразу начинает валиться там китают эти всякие ветераны тебе выдадут то все там наваливают да это патриоты а чё же цены там все растут говорят уже до трех их правда тоже кидают тут понятно думать что тьма тьму не кидает они думают что они на кого нанимают стоит кидал и кидал и все эти олигархи путина сей путеры сети когибисты чекисты менты они кто они рассчитывают что они кидать нибудь конечно будут кидать обещают им там стрекоруба до 100 сначала 200 300 сейчас там доходит уже год до небес цифр конечно 1 может и заплатить сынку генерала который тоже там по стопам папашки идиоты идет и сам такой же ну а вы на мои слова не обижайтесь они правдивы идиот это обычно нормальное слово говорящая об отсутствии ума у человека и так и есть просто говорит что у человека нет ума слишком длинно и не так понятно а вот слово идиот сразу все становится понятно вот тупо деньги тупо деньги неужели людям еще этого не видно я вот удивляюсь там нет ни одного патриота там нет ни одного который вот идет за за убеждение вот как они говорят за родину это за родину или за 300 тысяч идешь за 300 там нет ни одного человека который не получает какие-то бабки и рука вот раньше кого-то позже кого-то наняли куб кидают не суть важно но все это изначально якобы они сами там одни контрактики там нет срочников даже уж не горят каких там убежденных людях которые идут вот защищать там чего-то нашу страну свою семью на других рубежах как они готов вдруг завтра вот предупредительный как он там путлер ты извернулся какой предупредительный отпор он там наносит да тупо деньги удивительно нет неудивительно эти деньги знаете я не украинцев не понимаю никого вообще не понимаю я понимаю это я как познавшись там так выражаясь как бы я не понимаю я все понимаю ну так иносказательно говори я не понимаю и всех и весь мир том числе украинцев и русских которые возмущаются да какие же там расисты ты нехорошие помимо того что пришли вот с оружием так еще и там не то что убивают они еще и мародерствуют они еще и насилуют они еще там унитазы машинки и все вот это вот тащат оттуда там срут суд в квартирах которые заходят я слушайте я ну мне хочется таким людям такая тоже основная маска и слушайте и я еще раз скажу что я не отношусь вот сколько я говорил тоже слушайте конечно с виду может показаться что я вот там со всеми кто нет войне кричит нет я не с ними таких как я тоже единицы я пацифист это человек у которого убеждение как я вначале сказал это убеждение того что у человека ни у какого не нет права отнимать чью-либо жизнь у человека нет никакого права наносить кому-либо ущерб здоровье материальные его жизни еще то есть но соблюдение всех заповедей которые на чем основывается не сотвори зла а сколько может творить за добра вот и все естественно смерть убийство человека вообще крайней степени то вообще абсолютно богопротивный акт и даже вплоть до самого грешника до самого злодея конечно же кто в россии так называемый там по всему миру топит но якобы плохая война хороших войн не бывает абсолютно все войны все войны не бывает хор они сейчас там русские топят все эти оппозиция да с виду может показать что я вместе с ними я не вместе с ними они хорошие патриоты просто они себя называют они хорошие милитаристы и что это война просто не правы но если завтра нас нападут конечно нужно армия туры-пуры так один на другого кто-то и нападает только потому что мир вот так вот или вот так вот вооружен по зубы вот так с оружием и у кого-то срывает крышняк сегодня одних завтра других вот и все как писал известный писатель в начале своей книги если в начале книги в повести он так стал если в начале рассказа ружье заряженное ружье висит на стене она когда-нибудь она должна в этом эпизоде в этой книге обязательно выстрелить да и людям этого пока эти даже люди так называемые которые может показаться внешне что с ними заодно да я против этой войны но я против любой войны я против вообще милитаризм против того что люди до зубов вооружены я против того что ты пытаешься якобы любить ближнего ненавидеть врага своего это ветхий завет он ни к чему не приводит только к дну ада и бесконечному то там круговорота ада человечества на земле мы ничего мы так никуда не выберемся из него путь есть только один бог есть любовь и поэтому люби любого человека люби даже как этого врага своего чем он и явил своей жизнью показав нам пример даже когда тебя будет убивать это невозможно конечно это принять в это поверить и так жить если ты не примешь свободу всех и вечную жизнь тогда ты спокойно так поступишь не принимая это истинно эту сущность бытия конечно никуда мир не придет это все будет вечно такой баланс говнеца знаете и через какое-то время утром переплескивается и переполняется вот и все это ничего не изменит поэтому я конечно не с ними поэтому люб это ничем не закончится никогда пока все сегодня не решат полностью от этого отказаться полностью разоружиться и и принести себя в жертву дураков всегда хватает любой человек сегодня весь мир разоружился у кого-то родился новый ребеночек и завтра этот новый ребеночек смотрит ой кругом столько овечек возьму-ка я палку это поэтому невозможно здесь жить без познания истины без принятия что ты вечен что эта жизнь эта школа жизни ты должен пройти сдав экзамен даже а точнее все это должны сдать на на предмет жертвенной любви когда-то поэтому предмету получаешь 5 ты попадаешь туда на престол со христом его небесное царство любви где все такие как ты все где тебя даже убивают и ты не мстишь все вот вот единственный путь попадания в тот мир где будут все такие где по природе бог разделит и оттуда туда не будет переходить и рада а здесь ничего не построить здесь каждая нова душа рождающаяся она обладает свободой ну вечностью если отрицает не отрицает но все обладает но и вот она это свободе выбирает и любая новая душа все равно будет опять брать эту палку ничего мы не изменим здесь здесь это просто школа жизни без принятия этого цепляния за эту жизнь вот так трясущимися руками ничего человечество не поймет так все это и будет бойни все эти они будут продолжаться до что они будут продолжаться именно в таком виде в каком не сейчас идут потому что если бы люди принимали на себя роль овечки до пути познания истинной жертвенной любви но это все было бы не так выглядело бы проще эти бы волки бы друг друга жрали бы это змея которая заглатывает саму себе они бы остановились только тогда когда они уже себя начинали колошматить да потому что овечки кончились и так далее поэтому без этого невозможно поэтому конечно же я поэтому удивляюсь знаете когда ну опять удивляюсь вы поняли я продолжаю эту тему который только что немножко отклонился опять вот уже продолжают всю всю эту мысль и удивляюсь что там возмущается ой как же там что-то там грабит насилует слушайте человеку дали право убийство и за это еще платит очень два важных момента тебе разрешили убивать и еще за эти еще и платят слушайте если он убить может то есть крайняя степень греха все лишение жизни бога противный акт убийство живой души живого существа живого человека частности да все говорит ему гать но отчета доем но в морду дам ему я же там пришел я король не автоматный перевес пушка ножик да ну что ну я его может не убью но если он верхнет я ему засажу пару зубов выбью может ребра сломаю да и удали право убить получается все остальное вообще это вот но которые ему опустили до планку а тут тоже тысяч хороший будешь ты же не убил на пару пару зубов выбил до до сотрясение сделано всю жизнь теперь башка болит чего удивляться когда удивляются расисты что они вот такие могут негодяи ему дали право убивать за деньги а думать что он ну вы я же не убил но изнасиловал ничего переживет жива жива потому что ты на убийстве все она жива жизнь как высшая ценность или наоборот самое дно адрес ты ее забираешь первая ценность первый источник а тут ты обрубаешь то насилие кажется уже по сравнению с убийством ну и что еще возмущаться ты не понимаю как ты будешь этому взмущаться то что это делает солдафон ладно мы возмущаемся когда делает как мирянин человек в обычной жизни то что в любой в любой стране в принципе минимально эти требования закон моисеева в принципе он прописан в любом законе любой страны современного нашего глобуса не убей там не украде да ну не прелюбодействуя где-то ездит и нет и пошло поехало да но уж не убей не украде да у нас есть везде в армии это отменяется у солдафонов этого нет убей 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 мыть еще и не надо красть эти сам дам но хочешь ради но если мне любого солдафона какая в голове картина мира вырисовывается так мне платит за убийство значит я могу и меньше с ним что-то делать естественно пусть не платит и 300 тысяч а почему не могу взять еще и его мне платит даже там кто-то а тут я беру вообще человек который смерти по моим и по по лишению начать достойно я могу взять все что у нее есть удивляться что это мародерничают трусы там тащат ну а что-то удивляться то чем меня удивляет это что это я не удивляю что это весь мир удивляется когда у всего этого мира у всех этих стран есть свои армии и там такие же тупые солдафоны везде америка германия украина там точно такие же игру и правильно война у неправильных людей отличается только тогда когда они просто оказываются на стороне жертвы тоже кто-то сильнее стал и сегодня он нападает и расисты будет говорить а вот же на нас напали вот мы защищаемся но сегодня вы защищаетесь а завтра вы как мы видим нападает вы думаете украинцы не нападут я против все то что и сегодня прессует вы знаете прекрасно меня смотрят украинцы я спокойно в лицо им говорю правду я знаю что там происходит я знаю что у них в политике все то же самое все та же самая коррупция ничем от россии она не отличается до на 2 гей парада больше в год провела ничем европа не отличается мы с вами видели вчера это фашизм в германии был до этого во франции все наполеона забыли да все подвластны этому мы видим прошло немного времени и расисты стали такими же нацистами вот увидите украинцы расистов нагнут через 50 лет ты у них голова съедет они там пойдут европу завоевывать это железно будет у кого сила это сила власть это индульгенция и право на вот именно власть на убийство на господство над другим живым существом что сносит просто крышняк вот и все и ты порабощаешь того кто слабее если у тебя не в порядке мозги если в порядке то этого не делаешь если ты если ты любовь святый бог любовь а за есть им стал да по его образу и не только образу и подобие но его сущностью ты понимаешь что любовь и она не господствует она не ищет своего она всему радуется до всему дарит благо все у тебя нет какая же любовь без свободы ты ни на что не претендуешь ты сам отдаешь и не берешь поэтому когда человеку платит за убийство какая может быть у солдафона картина мира чего от него требовать чего от него требовать даже от здорового то там понятно больных полно это там идиотов полно вообще в смысле какого конченного слова да ну даже у средненького такого кто пошел якобы когда ты мозгом прополоскали может быть собственные идиоты такие же родители что якобы он там идет родину защищать до защищался вон теперь на украине до вырезает всех на свете и неизвестно куда шмаляет этими патронами чего удивляться то вот чего удивляться я не пойму если у человека все у них глазах тупо деньги им за это платят все остальное поэтому любой солдафон это абсолютный наемник я говорю правильных войн не существует это просто сегодня вы можете в роли жертвы быть а можете в роли агрессор все это ничего не меняет но какая разница вы вот именно вооружаетесь до зубов и у вас рвет крышняк если бы у путлера не была атомной бомбы до сильно он бы возбухал бы нет быкуй тот у кого власть есть это власть от которой иисус отказался в пустыне да и богатство и приводит к этим сумасшествием а там замкнутый круг а власть как он получил которая привела его к сумасшествия потому что он изначально сумасшедший иисус как сказал чем правильная слова вы не идете ко мне потому что дела ваши злы казалось бы он есть свет и любовь к нему от прийти а как ему прийти из твои дела злые так начал дела делать чтоб не упреки села прийти а потом дела делать ну по идее все знать придите ко мне сотворить и до того веру и примета учения доброты теоретически а потом делай дела живи правильно а взрослого это вы не можете принять истину потому что ваши дела злые потому что вы злые вас уже ничего там не теплится трупажору говоришь о веганстве том что сама он ничего у него ничего не шевелится внутри у кого шевелится вот он да у него хоть дела и злые там образно в нем капелька надежды есть а есть все у него там да как он придет как он в теории примет сунда эту эти дела злые делает убийство но и вот именно и это ему за настолько глаза закрыла что все бог чрева то же самое здесь тупо бабки попробуйте поспорьте вот на данной ситуации попробуйте поспорите в армии нет ни одного человека не то что в армии а сейчас даже в войне вот в этой так называемый путлеровских расистов против украинского народа нет ни одного человека который там бесплатно защищает родину геройствует нет они все абсолютно наемные убийцы наемный которым за это просто платят все ничего большего никаких других аргумента их не интересует завтра знать как это легко проверяется завтра убери всю зарплату всем кто там в войне не наоборот их плюшками всем пихаешь и пихаешь пока у них рот не разорвется с брюхом нет отмени все и ты узнаешь какие там патриоты кто там родину пошел защищать ни одного человека там не будет и вот два человека хорошо если совсем шизанутых останется все остальные все домой пойдут туда где будут зарабатывать и жить вся путь путлеровская армия и армия любой страны абсолютно любой абсолютно любой единственная она в положении когда жертвы кажется что да они там готовы пойти защищать ну что это не приведет к мир можно решить временные проблемы можно решить и можно вот так задуматься и на этом притыкаться ну что ж а вот мы нас бы проработили слушайте ну когда украинцы переживают что их там путлер проработил да мы живем в это русские в этом рабстве и что ну живем но разделить с нами как иру эту участь если вы христиан те же самые познавшие истину будем вместе с ними бороться теперь вас там своих хватает идет ну а эти идет и найдут свой общий язык а мы на низах свой будем вместе сидеть как и шоу украинская тюрьма от русской отличается когда ты будешь там за свободу топить обличать вот тоже самое эту ну сдались бы вы ли там свои земли отстояли это ничего не изменит я против насильный я просто говорю как вот это я просто я хочу сейчас про украинскую я сто раз и про себя говорил что китай зав как там любит китай на нас нападет до что я ничего не буду делать да пусть приходит что он не скажет вот китаец пришел ко мне домой хорошо мне так тоже провод коршева китайцы придут и к тебе в дом зайдут хорошо зайдут я скажу ты зачем пришел давайте рассмотрим очень сейчас очень зеркально как здорово рассматривать но в кавычках здорово сами понимать все это ужасно хорошо он мне скажет я пришел тебя нацифицировать где нафицы где нацифицировать скажем где нацифицировать у меня вот картина христа обнимающего овечку есть картина прощального ужина иисуса с учениками да где он говорит что если любите меня соблюдите мои заповеди а заповедь новую даю вам да любите друг друг как я увидел вас ну что ты будешь деноцифицировать у меня у меня есть что фашистская символика или что как ты меня будешь деноцифицировать у меня ничего нету демилитизировать и не будешь мне нет ничего я тебе ничего с тобой не собираюсь не бороться не силами мерить не а кортика не то и и пушечки да ты там пришел может с лазерными мечами а-ля дарт вейдер то это в китае уже надумали неизвестно демилитризирую что-то у меня последний ножик столовой берешь или вилку один удар 4 дырки ну что вот он будет делать ну хорошо но заберут меня виллы на заберут огородные что он будет делать посмотрите хоть один хоть один расист останется в украине потом жить ни один у каждого есть свой дом семья друзья мы все привыкаем к тому месту где мы живем к общности каким-то к разговорам несмотря то что это и это и это не забывайте о том что это расшествия на украину пришли где русскоговорящий народ действительно там что-то близкое похожее на этнос где уж сравнить там вот наши черноземья все так у нас и климат одинаковый ну а во первых то тут приехали кто с любимого севера кто с дальнего востока там все любят свою землю я вот сколько объехал в оконцовке так и живу в воронежской области тоже мечтал к морю переселиться оказалось это не мое где родился там пригодился и мне казалось очень любые дороги мои высокие деревья чистые теплые речки да что китайцы придет сюда ему надо здесь я скажу пожалуйста на земли 6 часть суши бери вот селись в коршу кучи пустых домов и земель земли бери чё ну стройтесь что ты денег из бюджета возьмешь но возьми себе на строительство я не против если у вас на в китае нету денег все такие нищие ну и все выложились в оружие пошли да пожалуйста мне не жалко у нас же есть наши налоги ну хорошо другом тебе дну возьми что надо тебе на дом но постройся жили что мне не жалко эти сам полный огород саженцев надаю чё надо все помогу что что китаец будет от меня что у меня рабом сделает он не сможет меня поработить ну что он у меня цепи наденет я скажу я ничего делать не буду я сяду ему только убить меня можно все что человек может в этой жизни временно иисус правильный кто побоится и кто вот из-за из-за страха временной жизни возлюбит эту временную жизнь за из-за страха потерять ее до тот потеряет и вечную свою жизнь то скажу ну там и там перевод такой неудачный до жизнь-то ты будешь жить вечно то где вопрос потеряет благую жизнь то все на добавлять или жизнь в царстве небесном до что не проявишь уже кто вот тогда а я не моя жизнь христос а смерть приобретение я знаю куда иду где уже вот этого всего не будет мадила сдать экзамен его ну да пожалуй чё тебе надо поработить ты мне не сможешь физически но оденешь такого но прибьешь мне как собаку на 10 метров вокруг кола чтобы я там чуть дела я ничего не буду делать я сяду будет сеть но ты меня раз-два прикладом по голове стухнешь ну тем просто мне мозги придется выбить и все я делать ничего не буду вы знаете откуда почему люди рабами становятся там они трясутся за свою жизнь вот так трясутся они готовы быть рабами в рабстве пахать лишь бы жить лишь бы жить а вдруг завтра там освободят или я как-то вот он трясет за свою жизненку и идут в рабство это кстати современном мире 10 когда в материальное такое же рабство люди попадают зависимость то же самое и действительно идут на такие и за деньги продаются кто мне готовы добрые поступки честные открытые поступки это уже там завязали что он не сделает ну и тупо убьют но убивает что ну что ну убьешь ты меня ну китайцы придут всех нас убить что дальше то перхирует для познавший истину это вообще для него это медвежья услуга отправили его прямиком на престол к христу чё еще надо то от жизни в этом суть жизни любого христианина особенно кстати по поводу украины я не зря им тоже тычу вот узнать просто ты день войны я вначале не пытался там тоже их вразумить так скажем кто мою динамику ролик видел в течение 100 дней тот увидел конечно расист первая причина источник зла это понятно но и украинцы поступают в этом плане все больше больше об этом говорю говорю на примере опять своем как я поступил и поступлю когда так произойдет тыкать меня что вот еще не настало но христу то тоже можно было тыкнуть что он говорил что до ударившему по щеку подставь другую отнимающему жизнь отдай не противься сделал когда пришло время но придет мое время я поступлю так как я верую как я хочу жить как я знаю что мне надо сдать я знаю задание его решение идеально все мое дело практического до сдачи ну когда когда божьей промеси мы все в разные жизни живем когда будет тогда будет вот так что вот так вот поэтому тоже конечно да при упорстве украинцев мы проявляем все больше мы видим все куда опору мы видим еще больше зло там этих проявляем и вот так что это все понятно вот так вот поэтому да все это все это вот так вот поэтому ну конечно сегодня основная это я уж опять на мне хочется тоже меня все-таки украины смотрят немножко людей чтобы они тоже понимали потому что вы знаете я проповедую истину и она простуд вопрос какой ситуации как ты себя должен повести так познавшись находящийся он даже по эту сторону зла расистов можно там просветлел он там уж он бог явился где-нибудь то есть самара мне где-нибудь там на передовой конечно должен все бросить покаяться и изменить свою жизнь сотворить плоды достойно покаяния ну и кто является жертвой если вы называете все христианами и не готовы к жертвенной любви не следует как иисус гроза не внеся свой крест а это что такое крест в тебя плюют и толкают ругают отнимают сдирают с тебя одежду тебя избивают все что иисус весь путь христа поэтому для христиан возмущаться мы возмущаемся дела мы обличаем зло но мы не противимся злу силой мы не питаемся его сломить зло порождает только зло это очень важно понять словом ты его обличаешь физически ты не как ну единственную все знаете все им говорю да это жертвенной любви о защите да ты можешь ценой своей жизни без пушки в руке ты не можешь даже обязан конечно кто до этого достигает потом ты чужую жизнь я говорю все они приходят действительно рук тебе зашли в дом но у меня хорошо здесь там не семьи не детей я вижу в соседней зашли там что-то стали устроить я пойду туда и буду защищать детей кого-то я просто буду любого китайца отталкивать и говорю нет ты творишь зло иди отсюда вы пришли с мечом что в живот жить я буду если они совсем кончены все как иисус ты просто себя приносишь жертву бесноватым если нет пытаешься вразумить отталкиваешь встаешь между жертвы и насильником пытаешься защитить вот и все говорить слово физически только через мой труп ты к ним прикоснешься все я заберу ты их заберут вы все там окажетесь в это веры нету нету в это веры нету не вечную жизни в богу любовь потому что все взаимосвязано на вечную жизнь можно верить а бог то ли вы а куда и попадут я же любовь проявляю вечную жизнь можно верить и быть убийцей и верить вот такое вот видео не хочу затянуть узнать мне так часовые я все сказал в общем то поэтому все кто я единственно искать в конце хочу призвать в моем окружении но кто-то от меня все отваливается или еще что-то я хочу призвать всех этих людей у кого у вас дети я принес такой призыв уже дело неоднократно еще раз хочу повторить у кого с дети сейчас особенно в данной ситуации я знаю в данной ситуации там до сих пор дети еще им еще их по головке гладят кто со мной на это натыкался натыкался на жесткий разговор я вы знаете никогда не в этом плане не миллион меланхольничаю там до слюнявые разговоры не веду вот это зло кто хоть как-то в этой системе участвует я говорю слушать неужели не нашлось в мире ни одной профессии ни одной сферы деятельности образование где можно было ведь полно мест где можно себя найти идти в эту выйти в эту адскую машину смерти эту систему зла неважно кем ты идешь прямым наемником убивающим живых там людей природу и животных или ты там трактора ремонте танки ремонтируешь где-нибудь в тылу да или ты там какой-то связист или там снабженец это не имеет значения ты работаешь на эту махину зла прям прямо не косвенно косвенно к начинает там через налоги мы все да я и мы против этого я налоги даю не на это но к сожалению так устроена система она не говорит как бы что ты да я не могу я не могу сделать свой государств милитаристской но если они будут платить налоги меня посадят все а тут добровольный выбор вас никто не принуждает налогов нет вариант платить или не платить если ты мог бы платить отдельно налоги вот это там на социалку это на образование там на армию ты так на армию не буду и каждый бы человек государства платил налоги как и он выбирал до такого нет к сожалению все смешали очень хорошо в кучку говна да но тут прямой выбор вообще никто тебя из-под палки сколько там разговариваю тешил палка туда что ли ты пошел там контракт подписал не был еще до причем военных действий зачем ты я знаю что христианка зачем ты вы это делаете иди настройку там дофигища зарабатывают я сам строитель иди в частное строительство до катает же там и так далее в частные бригады пусть даже на высокоэтажки в какой там смоу пт у все это вот это все ерунда иди к частникам бригады там всегда пусть нормально будешь зарабатывать для профессий пополна сфер деятельность порвала самих мест трудоустую как бы пиццы всего навалом нет идут туда я никак этого вообще понять не могу поэтому все у кого есть кто-то конечно обязаны просто засвидетельствовать вы не да не можете их палкой изменить у меня у самого так называемый плотский отец военные ему-то еще раз об этом обличал и призывал его от этого дерьма хотя бы на словах сначала отречься очень важно в жизни тоже он так и будет своем колесе сансары жизни жизнь полтыхаться в этом дерьме это же убийца самый настоящий людей животных все на свете человек должен раскаяться возможно следующей жизни до изменить свою жизнь сотворить плоды будешь творить плоды достойной покаяния а так ты будешь бултыхаться в этом дерьме вот такое вот видео такие вот эти солдафоны обычные наемники ничего вообще нету за ними вот естественно там весь мешок мародерство насилия тебе дали право за деньги убивать и тебя еще гладит за это по головке вы видите что вы это знаете на быть идиотом конченым идиотом чтобы утверждать что там в расшистка это армия путлеровской нет вообще каких-нибудь шизанутых психов действительно вот нездоровых или сознательных негодяев которые сейчас бандитизма поменьше может или он не решил стал бандиты податься пошел в армию где пушку дадут что от них ожидать конечно потому что не каждый насильник но их полно россии хоть один случай расследует сто дней прошло не все хорошие все у них хорошие априори все будет расследовать хоть одно дело не будут естественно они это видят еще и что тебя за грехи еще и по головке гладь царите взял дали а потом еще пазло но принципе естественно тебе и говорят эти изначально сказали все вот в твоих руках его жизни вот тебе бабло это уже был поглажен по голове просто и потом еще гладят и еще наглаживают какой-то умница это беда изменить это можно только целиком от этого отречься не кусочками не половинками вот это не вот эти игры хитросплетенные друг другу корять как и веганов там вечно да не может быть стопроцентным веганом там на мошку наступил да это и это никак нет не отрицает того что ты должен от зла максимум жизни избавляться максимум случайное наступление на мошку и сознательное перерезание коровью глотку это два совершенно разных действий абсолютно разных ты на ногу кому случайно в автобусе наступаешь если ты извинился перед человеком это вообще ноль греха вот и все поэтому раздавленная мошка тем кто и об этом истинно святой человек и об этом сожалеет и мечтает о мире в котором мы все очутимся где этого невозможно будет просто сделать и будет другая природа да а здесь так как мы все по одним законом живем и поэтому можно кого-то убить мы все смертны они маленькие мы большие он это не делает сознательно на него это нет греха и когда это происходит он печалится о том что мы живем в этом проклятой земле после нашего же грех падения убийстве живого существа вот чем вот чем отличается святой человек от грешника а грешник и человек убивает сознательно горит его хороший 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 человек умница это от из него выбраться нельзя полумерами поэтому я топлю не просто занят войне какой-то не занят войне на украине за славянскую там а вот из китайцы пойдут то нам надо защищаться нет нет этих полумеров иисус сказал вам сказано любить ближнего ненавидь врага своего а я говорю вам любите врагов ваших это единственный путь куда вот туда чем если много раз говорили в небесное царство любви иисуса христа кому нравится мое видео обязательно ставьте лайки это помогает продвижению видео подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео не пишите комментарии я все читаю задавайте вопросы какие я могу имею желание вдохновление откровение внутренние я стараюсь отвечать даже видео формате можете посетить мой сайт христалюк точка ру подобные плейлисты о патриотизме ссылки все в описании в первом скрепленном комментарии так называется любой урагам патриотизм там все найдете